Всем привет, дорогие рукодельницы! Давно мы с вами не виделись. В этом видео я хочу показать вам, как можно сделать фотопечать на кружках в домашних условиях. Больше не нужно обращаться в какие-то полиграфические салоны для создания таких подарков. Все это можно сделать дома, и я вам покажу, как я на собственном опыте это сделала. Я задекорировала вот такую кружку, она была полностью однотонного цвета, и получилось у меня перевести на нее вот такие цветы. Ничего с ней не происходит, я уже несколько раз ее мыла с губкой, рисунок остается таким же, ничего не стирается и все хорошо держится. Вы можете сделать любой рисунок, который найдете в интернете, пусть это будут какие-то животные или любая надпись, которая вам понравится, а также вы сможете с легкостью перевести ваше фото с любимым человеком. Хочу вам показать кружку вблизи, получается без морщин, гладко и ровно. А буду я использовать вот такой рисунок, нужно его будет напечатать в зеркальном отражении. И еще у меня главный эксперимент, думаю многие бы писали про это в комментариях, смывается ли водой, и вот вам наглядный результат. В интернете выберите любые картинки, которые вам по душе, либо используйте фотографию со своими близкими и родными. Я буду использовать картинку груши и с надписью «Счастье есть». Все это в зеркальном отображении. И конечно же те цветы, которые мне понадобятся для кружки. Настраиваем принтер на печать, выбираем высокое качество. В интернете еще писали, что нужно сделать очень яркую картинку, но ничего подобного я печатала как есть. И у меня было два варианта действий. Первый это использование ацетона и лазерной распечатки на принтере. Но мне этот способ изначально не понравился, так как я не люблю запах ацетона и я его сразу не стала пробовать. И второй способ, который был заявлен в интернете, это акриловый лак и тоже только лазерная распечатка. Но я не знала, где достать лазерный принтер. У меня был дома только струйный. И поэтому я использовала струйный и ни разу не пожалела. Печать получилась очень качественная и яркая. В интернете я читала, что нужно использовать категорично только лазерный принтер, никакого струйного, так как на нем краска просто потечет, все размажется и ничего не получится. Но у меня получилось и получилось намного лучше. И так как я недавно купила MFU Epson XP352 с картриджами Ink System, то это был отличный шанс протестировать его и сделать такую фотопечать дома. Покупала я это замечательное устройство в магазине оригиналом.нет. Epson XP352 это принтер, сканер и копир в одном корпусе. Я давно искала такое устройство, чтобы оно было многофункциональным и удобным. Это идеальный вариант для домашнего пользования, и он отлично справляется с печатью текстовых документов, цветных картинок и фотографий. Ссылку где я купила MFU я оставлю в описании под видео, а также дам ссылку на YouTube канал магазина оригиналом.нет, где есть много полезных видео по работе и использованию принтеров. Итак, на глянцевой фотобумаге я напечатала две картинки. Я даже не подгоняла никакой размер, распечатала картинку как есть. В магазине я купила вот такую кружку, она обычная и однотонная, никаких рисунков на ней нет. Цвет у нее пыльно-розовый и думаю на ней будет хорошо смотреться яркая картинка. Далее нужно просто вырезать картинку. Вырезаем максимально к листьям, но я решила сделать небольшой отступ в несколько миллиметров, посмотрим что получится. Лучше вырезать все белое пространство внутри цветов, но я это не стала делать, так как думаю, что мне не получится сделать это аккуратно. И получилась вот такая картинка, она небольшая, в высоту примерно 10 сантиметров. И дальше обратите внимание, самые важные элементы в этой работе. Это акриловый лак, у меня он матовый, можете взять глянцевый. Продается он во всех магазинах и стоит в районе 200 рублей. В строительном магазине нужно найти силиконовый шпатель. Если у вас есть дома, то возьмите его, я нашла вот такой маленький и он идеально подошел для моей работы. Еще понадобится обычная кисточка для нанесения лака. Набираю на кисточку лак и наношу на чистую поверхность кружки. Дальше ждем пару минут, примерно минут 5, лак быстро подсыхает и наносим второй слой. Наносим лак уже обильно, чтобы он не успел подсохнуть за тот момент, когда мы будем наносить лак на картинку. Я нанесла лак на довольно большое пространство и тут вы скажете, Алина, а что будет с тем лаком, который останется за картинкой? Ничего страшного, дальше я покажу, как его можно будет убрать. Затем на вырезанную картинку мы наносим толстый слой лака, так чтобы он тоже не успел высохнуть. Делаем это быстро, не нужно размазывать лак по картинке слишком долго на одном месте, так как краски могут потечь. Просто наносим и дальше уже прикладываем к кружке. И помните, что картинка распечатана в зеркальном отражении и корректируйте уже свою работу в дальнейшем. И вот настал момент, я действительно волнуюсь, делаю это первый раз и очень хочу, чтобы все получилось. Картинку нужно очень плотно прижать к кружке, чтобы не оставалось никаких пузырей и складок. Дальше силиконовым шпателем я выгоняю всю краску из-под рисунка. Подготовьте какую-то салфеточку или тряпочку для того, чтобы убрать лишний лак. Он будет немного уже цветным, так как краска немного начала течь, но это ничего страшного, на рисунок это никак не повлияет. Главное, нам нужно разгладить все складки. Я старалась делать это с усилием, чтобы краска хорошо перенеслась на кружку. Делаю я это в течение 2-3 минут. И сейчас, после нанесения, у нас есть приблизительно 5 минут на то, чтобы убрать весь ненужный лак вокруг рисунка. Я не знала, чем убрать и придумала такой способ. Я намочила ватный диск обычной водой и пока рисунок у меня немного подсыхал, я убрала весь лак с помощью этого диска. И как вы можете заметить, стали образовываться небольшие белые катышки, это и есть сам лак. Он еще не успел подсохнуть и поэтому его легко убрать. И теперь настал самый ответственный момент этого видео. Мы будем убирать всю лишнюю бумагу с кружки. Так как я печатала на фотобумаге, она достаточно толстая и хорошо убирается первый большой слой бумаги. Дальше остаются небольшие катышки и их легко убрать. Если вы заметили где-то, что у вас не полностью рисунок схватился, ничего страшного, просто подклейте его лаком, оставьте, а пока займитесь другой частью рисунка. И еще важный момент, лучше это делайте руками, не используйте какие-то инструменты для шлифовки, так как вы можете повредить рисунок. Бумагу я убирала постепенно, чтобы не нарушить целостность рисунка. И как вы можете заметить, да, рисунок действительно перевелся. Главное не ждите долго, приблизительно минут 5, пока краска схватится с кружкой и уже сразу убирайте бумагу. И еще важный момент, как говорилось в интернете, для застывания нужно ждать 4 и больше часов. Ничего подобного, ждите 5 минут и сразу старайтесь убрать бумагу, так как в дальнейшем, мной уже проверено, накануне я ставила опыт, ничего подобного не получится. Бумага как застынет и в дальнейшем вы кружку просто испортите. И наконец-то большой слой бумаги я убрала, остались небольшие катышки, но это ничего страшного, нужно просто постараться их хорошенько убрать. А так рисунок получился четким, ярким, как на картинке. И вы можете заметить, что в середине осталось белое пространство, это та бумага, которую я не вырезала. Мне просто было неохота, я поленилась, но если вы планируете делать на подарок такую кружку, то обязательно постарайтесь вырезать все белые части. И в конце для закрепления результата покройте кружку этим же акриловым лаком и оставьте высыхать уже на 4 часа и более. Покрывайте лаком только сам рисунок и тогда ваша кружка не будет ничего бояться. Я ее очень долго мыла, мыла с разными средствами, наливала чай и ничего не произошло, она осталась как есть. Думаю я вас вдохновила попробовать этот способ, присылайте свои готовые работы мне в инстаграм, я вас выложу у себя в сториз, буду ждать. И мое видео подошло к концу и теперь вы убедились, что это можно сделать в домашних условиях, больше не нужно обращаться в какие-то полиграфические салоны, все это делается очень быстро и просто. А если это видео вам понравилось, то обязательно поставь лайк, а если было полезно, то напиши об этом в комментариях. А также можете предлагать идеи для новых видео, подобным способом я могу украсть абсолютно любые вещи, как вы уже могли догадаться. Подписывайтесь на мой канал, до новых встреч, всем пока-пока, увидимся в новых видео.